ТЕРИТОРИЯ МАШИН Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о сомневающихся депутатах и лидерстве Даймлер. Депутаты Госдумы отложили принятие громкого закона о бальной системе для нарушителей ПДД. Если помните, те, кто попался за нарушение три раза, рисковали заняться пешими прогулками на срок до полутора лет. Правда, лишать прав должны были за грубые нарушения, как, например, выезд на встречку или проезд на красный. Тут тоже есть одна оговорка. Штрафовать за нарушение и лишать прав мог бы только инспектор ДПС. Картинки с камер фиксации не в счет. В октябре законопроект даже приняли в первом чтении, а уже потом решили его почитать. По мнению известного депутата Лысакова, прими думать такой закон, прав лишилась бы половина страны. Он также отметил, что без полноценного обсуждения принимать такой закон нельзя. В качестве очередной инициативы предлагается не лишать прав тех, кто категорически не пропускает пешеходов, и тех, кто разворачивается или поворачивает налево, где это запрещено. Что ж, подождем второй части этой эпопеи. Ведь депутаты у нас народ вдумчивый. Иногда задним числом. Аналитики тут посчитали, что компания Daimler к 2025 году захватит четверть рынка электромобилей. Предпосылок тому несколько. Главные из них — инвестиции в размере 11 миллиардов долларов. Они пойдут на производство десятка электрических моделей. Первой из них станет концепт Generation EQ, показанный в Париже. Полноприводный автомобиль весьма кроссоверного вида получит два электромотора. Суммарная мощность силовой установки составит 402 лошадиные силы, а тяги будет аж 700 ньютонов на метр. Разгон до первой сотни будет меньше 5 секунд, а максимальный пробег на полной зарядке — 500 километров. Немцы утверждают, что создали систему быстрой зарядки. Она позволяет за 5 минут зарядить батарею, и машина может проехать 100 километров. Для производства электромобилей планируется использовать завод в Бремене. Он должен стать самым технологичным производством, если не в мире, то в Европе точно. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.